Тверичанам показали, как преобразится Морозовский городок после реновации. Напомним, что в начале недели Тверь с рабочим визитом посетил Виталий Мутко. Совместно с губернатором Тверской области Игорем Рудений они осмотрели эту территорию. О том, как она преобразится, в какие сроки и когда, наконец, будут переселены из полуразрушенных домов тверичане, расскажем прямо сейчас. Сейчас двор пролетарки, в котором расположено порядка 30 промышленных, общественных и хозяйственных зданий, а также около 20 жилых домов, больше напоминает руины. Но как это ни парадоксально, здесь живут и работают люди. Это, наверное, один из самых цельных и комплексных примеров строительства промышленного объекта вместе с социальной инфраструктурой, реализация которого началась еще в 50-е годы XIX века. В ближайшие годы двор пролетарки преобразится до уровня исторического района европейского масштаба. Вот так выглядит проект Морозовского городка, который сейчас в угнетающем состоянии. Что касается концепции, она очень детально проработана. Компания «Стрелка» представила, я считаю, что, наверное, один из лучших вариантов реновации этого городка, где учтено все, начиная от общественных пространств, школьных учреждений, дошкольных учреждений, жилье, спортивные сооружения. Там даже есть такие новые формы жилья, которые учитывают интересы нашей молодежи. Работы по реновации исторического места будут проходить в несколько этапов. Первый планируется завершить в 2022 году. Работы будут проводиться при поддержке компании «Дом.РФ». Планируется, что до конца 2021-го шесть домов расселят. На это выделят порядка 860 миллионов рублей. В полную же реновацию Морозовского городка планируется вложить порядка 15-20 миллиардов рублей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова